МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В жизни человека есть вещи, которые он не выбирает. Но именно они делают себя тем, кто ты есть. Твой город, твой район, твоя семья. Эта программа «Встретимся у звездочета». Каждую неделю мы отправляемся с вами на прогулку по Могилеву, чтобы вместе почувствовать ритм и пульс родного города, послушать его дыхание. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Совсем скоро Беларусь отпразднует День Победы. Нам, живущим сегодня, никогда не понять до конца того ужаса, который испытали люди, которые прошли через войну к миру. И все, что мы можем сделать, это не забыть про их путь к победе. Буйническое поле – место великого подвига, силы, духа и стойкости. На 22 гектарах этой земли полк во главе с полковником Кутеповым доказал – остановить врага фашистов возможно. 8 атак, 14 часов боя, 39 подбитых немецких танков и бронетранспортеров. О буйническом поле пишут книги и снимают фильмы. И это не единственное место, где Красная Армия стояла насмерть. Только на территории Могилевской области 1508 мест захоронений, в которых нашли вечный покой, около 330 тысяч защитников Отечества. Казалось бы, сухие цифры. Но если задуматься, это население практически всего современного Могилева. 330 тысяч человек, чьи мечты, планы и цели остановила война. Кутеповский район. 14 воинских захоронений. Захоронено 227 человек. Год назад, 9 мая 2019-го, президент Беларуси дал старт международной акции памяти во славу общей победы. Целый год волонтеры Белорусского республиканского союза молодежи приводили в порядок места захоронений. Из братских могил они привезли горсти земли, как символ тех страшных и героических событий. Молодежь, да, мы эмоциональны, некоторые даже всплакнули, потому что на самом деле у меня прадед погиб во время войны. Много родственников, прадедушка вернулся с орденами, то есть тоже семья достаточно военная. И вот в память о своих дедах и о своих прадедах, я считаю, что это долг, это прекрасная возможность поучаствовать нашей молодежи всей, потому что затронула семьи каждого человека. В Славгородском районе 125 братских могил, в Азиповическом 123. Волонтеры посетили каждую из них, организаторы утверждают. Акция во славу общей победы создает новую культуру памяти. Ведь скоро вовсе не останется живых свидетелей той войны. Но человеческая память не должна прерваться. Предпраздничные дни, которые обычно всегда у нас были наполнены более громкой музыкой, более большими маршами, шествиями. Но проведенное в такой культуре особого спокойствия с участием Белорусско-Православной Церкви, наверное, дает возможность нам остановиться и подумать о дне сегодняшнем, в первую очередь. О бренности этого мира, о его хрупкости. И в том числе, привлекая к этих акциях огромное количество молодежи, делая их прямыми участниками этих акций, мы понимаем, что будет кому помнить, будет кому чтить. И самое главное, будет кому сохранять этот хрупкий мир на этой планете. Земля с братских могил со всей республики будет храниться в крипте храма памятника в честь всех святых в Минске. Таким символическим образом будут воссоединены все, кто сражался плечом к плечу, добывая общую победу. Я благодарю и руководство области за эту замечательную акцию, которая соответствует не просто памяти. Я думаю, они нам за это не только скажут спасибо, но и помогут справиться с теми трудностями, в отношении которых у нас еще мало. У них гораздо больше. Поисковики утверждают, имена нескольких сотен тысяч солдат и офицеров Красной Армии, погибших во время Великой Отечественной войны на территории Могилевщины, пока остаются неизвестными. Поэтому впереди масштабная работа. Но зачем она им, эта слава, мертвым? Для чего она им, эта слава, падшим? Эти слова и стихотворения Роберта Рождественского риторическим вопросом встают перед каждым Днем Победы. И такие акции как бы отвечают на них. Чтобы помнили, чтобы не забывали. Мы живущие о тех трагических событиях. А главное, чтобы никогда не допустили их повторения. Лето близко, а значит пришла пора приводить в порядок любимый город. И по традиции в этом помог субботник. В минувшие выходные несколько тысяч горожан вышли на улицы, чтобы сделать Могилев лучше. Те, кого мы привыкли видеть в галстуках, сменили строгий костюм на рабочий. Власти области высаживают молодые деревья на территории Могилевского микрорайона «Спутник». Одно за одним и здесь уже вырисовывается целая аллея Истуй. Рядом с чиновниками и жители микрорайона. Говорят, тоже хотят нести свою лепту в хорошее дело. Это хорошая традиция всем вместе, вот так вот в хороший день, сделать какое-то хорошее дело. И именно вот таким образом, на свежем воздухе, всем вместе, я думаю, обязательно будет результат. И хоть погода в этот субботний день не спешила радовать, энтузиазм как будто разогнал все тучи. Красивости деревца. Красивое. Красивое. Потрудиться не только во благо всего района, но и прежде всего себя. С таким посылом вышли на уборку и работники детского садика в том же микрорайоне. Говорят, хочется сделать красоту не только для родителей и детей, но и для себя. Утром на работу идешь, и чистота, порядок, аккуратная территория, ухоженная. Ну и тогда и на сердце, и на душе радостно. Еще один значимый объект, на котором потрудились жители Октябрьского района Могилева, это реконструкция мемориала на проспекте Шмидта. Это памятное место давно требовало ремонта. И к 9 мая здесь сменили плитку, бордюрный камень, сделали газоны и начали реставрировать вечный огонь. А силами людей, которые пришли на субботник, эта работа пошла еще быстрее. Жители города давно обращались о том, чтобы этому комплексу необходимо уделить внимание участие в проведении ремонта. Потому что много лет прошло своего пуска, скажем так, и действительно были моменты, которые надо было здесь отремонтировать. Самое главное, считают власти, успеть до 9 мая. Чтобы каждый, кто придет возложить цветы, увидел, что новое поколение не забывает о памятных местах. Для белорусского народа 75-летие со дня Великой Победы не просто праздник. Это день уважения и благодарности ко всем тем, кто приближал победу в Великой Отечественной войне. В честь праздника Белпочта и Белорусская железная дорога выпустили специальные поздравительные открытки. Почтовые карточки, они поздравительные тематики. В таком весеннем исполнении выполнены. Вот так вот выглядят. Весенние цветы и слова поздравляю. Именно так выглядит праздничный набор открыток, которые можно до 15 мая отправить по всей Беларуси. Получить праздничный почтовый набор можно бесплатно тем, кому исполнилось 75 лет и больше, то есть тем, кто был свидетелем той Великой Победы. По предъявлению удостоверения личности смогут получить данный набор карточек. В акции участвуют 22 почтовых отделения в каждом районном центре области. В Могилеве получать открытки можно в двух отделениях почтовой связи. Отделение 30, на котором мы сейчас находимся, это было почтамп, и отделение номер 2 на Пушкинской. Сделать заказ на открытки можно до 9 мая, причем не только лично, но и дистанционно, по телефону. Наборы доставят в почтовый ящик заявителя. До 15 мая такие карточки могут быть бесплатно направлены по всей территории Республики Беларусь. Марку в такой открытке заменяет особый штемпель. Поэтому нужно просто заполнить открытку словами поздравления с Днем Великой Победы и до 15 мая отправить на адрес своих знакомых или друзей. Для белорусского народа это не просто праздник, это день памяти, день уважения и благодарности ко всем тем, кто приближал победу в Великой Отечественной войне. Кроме праздничных открыток, поздравительные конверты особой формы, те самые треугольники. Великая Отечественная война изменила судьбы всех людей. Миллионы семей оказались разлученными. И только почта могла помочь жителям огромной страны не потерять друг друга. Конвертов не хватало, с фронта приходили письма-треугольники. Каждая из них – это дорогая реликвия и память о человеке, который его написал. Акцию «Поздравь родных», посвященную 75-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне, проводит Белорусская железная дорога. На семи вокзалах страны, в том числе в Могилеве, с 1 по 10 мая, покупая билеты в кассах, можно получить и памятную открытку. Данную открытку можно получить при покупке проездного документа, дальше подписать, отправить ее. На обратной стороне есть текст «Поздравление от нашей Белорусской железной дороги». Марка уже приклеена. Возраст юных художников, которые трудились над созданием поздравительных открыток от 7 до 15 лет. Все это – работы участников тематического конкурса «Среди детей железнодорожников». Более двух десятков разных дизайнов открыток, выполненных в разной технике. Но тематика – открыток одна. Война и победа. Тематика в основном железнодорожная, так как это наша акция. И в принципе это рисунки, это фантазия наших юных художников. Пожалуй, нет семьи в Беларуси, кого не затронула война. Поэтому 75-летие Великой Победы – это большой праздник. Он особенный для ветеранов. У меня до сих пор жила моя бабуля. Ей уже на текущий момент 99 лет. В следующем году уже будет совсем большой юбилей. Да, к сожалению, человек прошел те годы, те моменты. Какую открытку вы ей отправите? Честно говоря, еще не подбирал. Акция «Поздравь родных» вместе с Белорусской железной дорогой начинается 1 мая. А вот необычная фотозона на Могилевском вокзале уже открыта. Вот такую фотоконструкцию нам установили на ЖД вокзале. Приблизительно высотой около двух метров. И предстоит она до середины мая. А праздничное мероприятие, посвященное 75-летию Победы, продолжится весь год. В этом году отмечается 75-летие со дня Победы Советского народа в Великой Отечественной войне. Это важнейшая дата для современников, не знающих войны, но хранящих в памяти имена дедов, прадедов, благодаря подвигу которых стала возможной победа. Могилевская городская библиотека имени Карла Маркса создает виртуальную стену памяти о них. Любую историю взять она трогает за душу. История, конечно же, нас очень поразила семьи Кожевых, которые не только рассказали нам свою историю, но и сделали вот такой фотоальбом. В Могилевской городской библиотеке мероприятия, посвященные Великой Победе, проходят каждый год. В прошлом году городская акция «Напиши свою историю Победы» вызвала отклик у многих могилевчан, поэтому ее итогом стало создание сборника историй «История моей семьи» в летопись Великой Победы и его размещение в свободном доступе и на сайте Центральной городской библиотеки, и в ее стенах. На стеллажах фотографий военных лет, письма ветеранов и вырезки газет. Выставка у нас стоит по разделам, так же, как и в сборнике размещены. Первый раздел «Была война». Здесь рассказывается о начале войны, о том, как люди участвовали в войне, как люди переживали эту войну. Здесь второй раздел «Партизаны принимают бой» – это рассказ о людях, которые были партизанами, которые участвовали в партизанском движении не только на территории Республики Беларусь. И третий раздел «Детство, отнятое войной» – это рассказ уже о тех людях, которые в войну застали еще детьми, как они ее переживали, какие ужасы они видели. В этом году традиция увековечивать память об участниках Великой Отечественной войны продолжается. В библиотеке создают виртуальную стену памяти. Для этого не обязательно приходить в библиотеку. Достаточно пересмотреть архивы своей семьи и прислать на электронную почту фотографию и небольшой рассказ о родственнике, который служил и защищал Родину. Отбираем все эти фотографии, все эти истории, формируем базу, которая уже размещена на нашем сайте. Первые истории у нас уже прислали. Татьяна Яновская прислала о своем дедушке, небольшую историю, фотографию. Также прислал Алексей, Александр Петрович Грабский написал о своем дяде Владимире Федорович. Вот. Истории потихоньку присылают. Изначально организаторы планировали размещать на такой виртуальной стене информацию только о героях войны, жителях Могилевской области. Но потом решили расширить географию. Всю информацию можно найти в сети. Виртуальная стена памяти у нас размещена на сайте городского информационно-идеологического центра. Сайт можно набрать в любом поисковике, он выскакивает в числе первых. Заходим на сайт, с правой стороны у нас есть вкладочка «Виртуальная стена памяти участников». И заходим на эту вкладочку и видим виртуальную стену у нас. Здесь размещены фотографии, щелкая на которую мы можем прочитать личную карточку участника Великой Отечественной войны, где сообщаются его сведения о нем, фамилии, имя, отчество, воинское звание и годы жизни. Но это не единственная акция, которая посвящена 75-летию со дня Великой Победы. В библиотеке также запустили флешмоб «Победный блокпост». Он проходит в режиме онлайн. Для этого нужно написать пожелания ветеранам Великой Отечественной войны, поздравления с 9 мая и прислать нам. До празднования Великой Победы остается совсем немного времени, поэтому с пожеланиями для ветеранов стоит поторопиться. Впрочем, письма с фотографиями для виртуальной стены памяти принимают тоже до 6 мая. Отметить День Великой Победы готовится и молодежь нашего города. Юные могилевчане, к счастью, не знают ужасов войны, но героический подвиг дедов и прадедов они помнят и чтят. А за бесценный подарок – жизнь – благодарят своим творчеством. Белорусско-российский университет накануне 9 мая ежегодно проводит праздничные мероприятия и творческие конкурсы. 75-летие Великой Победы здесь решили отметить по-новому. Так появилась идея онлайн-конкурса «Победа-75». Свои работы уже прислали студенты из Беларуси, России и даже Египта. Всего более полусотни заявок. Они сами сочиняют и преподносят их собственное произведение в память о своих дедах, в память о войне, о победе. Это очень приятно на самом деле. И я считаю, что этот конкурс имеет место быть, потому что он именно объединяет нашу молодежь в общей победе. Конкурс «Победа-75» решили провести на виртуальной площадке ВКонтакте. Эта социальная сеть – одна из самых популярных среди молодежи. Участниками могут стать школьники старших классов, студенты СУЗов и ВУЗов. Сделали три номинации. Фото «Победа». Вот в данном случае, сейчас смотрите, недавно прислал работы. Давайте почитаем. Это Евгений. Фото работы. Вот посмотрите постановочные, какие интересные фото работы. Евгений – первокурсник Белорусско-российского университета. Фотографией увлекся совсем недавно. В онлайн-конкурсе свои силы могут попробовать как новички, так и профессионалы. Когда мы хотели сделать фотографию, мы пошли на риск и решили нашу фотомодель Дарью поднять на танк. Именно этот танк освободил город Могилев от немецко-фашистских захватчиков. Но самое главное – девушка смогла передать эмоции, страха, ужаса и боли. Этими чувствами наполнено творчество и других конкурсантов. Помимо фотографий, организаторы принимают работы еще в двух номинациях – «Стихи о победе» и «Песни о войне». В семейном архиве Татьяны нет истории, связанной с войной. Но девушка понимает, насколько важной была победа советского народа для нашей страны. Подвиг наших ветеранов оставил несоизмеримый след в нашей истории. И поэтому мы должны это передавать из поколения в поколение. Чтобы принять участие в онлайн-конкурсе «Победа-75», нужно заполнить заявку и разместить свою работу, фото- или видеозапись на стене официальной группы конкурса ВКонтакте. Новых участников принимают до 12 мая. Я приду, лишь я не знаю, но приду, тебя верну. Важная новость всегда состоит из цепочки обычных. Главное – эту цепочку правильно собрать. Вашему вниманию даже с главных событий Могилевской недели. От простых граждан до крупнейших компаний Беларуси. К борьбе с коронавирусом присоединяется все больше людей. Так, областная организация Белорусского союза женщин привезла подарки от белорусских швейных производителей в Могилевскую областную детскую больницу. Среди них – детская одежда и средства индивидуальной защиты. Студенческие общежития Могилева усилили пропускной режим. Кроме этого, разработаны жесткие графики дополнительной санобработки. Сами студенты придерживаются дистанцирования. Помещения обрабатываются несколько раз в день. За студентами – пристальный контроль. После возвращения с улицы они в обязательном порядке показывают пропуск и обрабатывают руки антисептиком. Для профилактики коронавирусной инфекции асфальтовое покрытие и тротуары Могилева обрабатывают 1% раствором гипохлорида натрия. Делают это дважды в неделю. Кроме всего, каждый день водой моют остановки общественного транспорта. По словам специалистов, недостатка в дезинфицирующих средствах и техники нет. Остановки обрабатывают по ночам, когда нет пассажиров. А вот дороги и тротуары иногда приходится дезинфицировать и днем. Новостей много не бывает. Мы продолжаем вас знакомить с жизнью Могилева и его жителей. Уже больше месяца это баскетбольное кольцо не поднимают под сводами Могилевского олимпийца. В Беларуси чемпионат страны поставлен на паузу и, похоже, не будет доигран. В текущей турнирной таблице местный Борис Фен, лидер и по логике, должен получить золотые медали. По крайней мере, так поступили в белорусском гонбольном чемпионате, официально завершив его в минувшую субботу. Не доиграв до конца, но распределив места так, как есть. Ну а пока баскетболисты в режиме ожидания. Команда тренировки не проводит, но игроки скучают по играм и занимаются сами. Мы приехали в Олимпийц посмотреть, как это делает самый молодой игрок Могилевского Борис Фена Артем Секушенко. Что вообще делать без игр? Очень скучаем по играм. Прежде всего, в баскетболе по тренировочным процессам приходится сейчас поддерживать форму, приходить в тренажерные залы. Благо, Олимпийц предоставляет такие возможности. Есть какие-то, может быть, любимые упражнения? Да, упражнений много и разных. Для чего ты скучный баллист, чтобы обыватель понял, заниматься в тренажерном зале, поднимать веса, если самая главная задача – это просто кольцо? Ну, прежде всего, это нужно укреплять мышцы, укреплять ноги для того, ну, почему качать ноги? Чтобы высоко прыгать. Для чего руки? Чтобы ты мог спокойно подобрать мяч, распихать соперников и после этого завершить начатое, забросить. А для чего нужно укреплять спину? Чтобы не было никаких проблем. Самое важное, наверное, самое проблематичное в баскетболе – это спина. То есть нужно всегда укреплять, потому что бывают такие возможности, что вот не так приземлишься, не так встанешь, и она получит защемить, и все. Зачем выбывать из тренировочного процесса, если ты уже в хорошей форме? То есть нужно всегда ходить на журнала, укреплять и спину, и пресс, и ноги, и руки. Артем – профессионал. За команду играет с 17-го года. В Борисфен пришел, когда было 16 лет. Помнишь свою первую игру здесь, на этой площадке за Борисфен? Когда это было? Первая игра, наверное, была на Кубке. И против «Цмоки-2» мы играли. И помню, мне же, когда выдали форму от Блэйго, Канча Борисфене, близнец. И он, наверное, 2-10, и мне дали эту форму. Было смешно, то есть шорты были ниже колена. Было так немножко волнительно выходить. Но вроде забил 12 очков, неплохо вроде смотрелся. Есть у Артема и кумиры. Мне нравятся два игрока. Это Антони Дэвис и Леброн Джеймс. Вот они очень сплоченный дуэт. За ними приятно наблюдать. Их движение, их взаимодействие. Знаю, какой у Леброна IQ. В плане того, что он видит и поле, видит все. С этого и надо брать пример. А те американцы, канадцы, которые были здесь у нас в этом сезоне и позапрошлый сезон, как с ними игралось? С ним вообще классно игралось. Особенно с Тейлором. С ним ходишь общий язык и общие темы находишь. Он очень отзывчивый человек. Он и поддерживает в трудную минуту, и ты его можешь поддержать. То есть с ним вообще более-менее будет. И с Дэвоном тоже самое. Но некоторые из них говорят, что не против. Вновь вернуться в Могилев. Будем только рады. Артем в команде третий сезон. Ему уже 18. И главный тренер доверяет все больше и больше. В среднем на площадке он проводит 18 минут. Набирает по 7 очков, делает 5 подборов. Ну а личный рекорд 25 баллов в игре с Гродненским при Немане в ноябре прошлого года. Однако набор этих данных остановился в начале марта. Федерации думают, что делать. Но кажется, кольцо поднимут лишь в новом сезоне. Но когда это произойдет... С кем хотелось бы в первую очередь сыграть? В первую очередь, наверное, даст смок и не хотелось бы сыграть. Пандемия изменила привычный образ жизни могилевчан. Режим самоизоляции сделал работу курьеров доставки еды самой востребованной профессией. И по мнению специалистов, даже после пандемии коронавируса эти люди без работы не останутся. Еще месяц назад Александр работал в Могилеве водителем маршрутки. Эпидситуация внесла свои коррективы, пассажирский поток сократился, и это серьезно ударило по кошельку мужчины. Работу пришлось менять в оперативном режиме. Теперь Александр работает курьером в крупной торговой сети. На маршрутке люди перестали ездить, надо детей кормить, маленький ребенок, семья. Надо кушать, а на маршрутке уже ничего не заработаешь. А здесь как-то перспективно есть зарплата на данный момент. Большинство заказов Александра с пометкой «бесконтактная доставка». Это значит, что пакеты донесут до дверей и оставят у порога. Такую ремарку люди оставляют в комментариях к списку покупок. Среди новых курьеров в основном бывшие таксисты. Сейчас спрос упал на такси, и уже люди знают город и хорошо ориентируются. Они к нам приходят, уже более подготовлены, умеют работать с кассой, с терминалами, с клиентами, хорошо общаются. Поэтому уже работают почти подготовленные люди. Заработать сегодня могут не только курьеры, но и сборщики заказов онлайн-магазинов. Это они в торговом зале собирают ингредиенты для вашего обеда или ужина. Штат этих работников тоже пришлось увеличить. Пришлось адаптироваться к увеличенному количеству заказов. Но мы справляемся. И если в самом начале у нас была задержка до двух дней, то есть люди не могли заказать сегодня на сегодня, то вот к теперешнему дню ситуация исправлена. И сегодня вы можете оформить заказ, и сегодня же вам привезут продукты. По мнению специалистов, привычка делать покупки онлайн останется и после пандемии. Многие только сейчас смогли оценить удобство виртуальных заказов. К тому же такой формат шопинга помогает удержаться от соблазна купить лишнее. Весна без хорошего весеннего настроения – просто очередная пора года. Так что рекомендуем это самое настроение улучшить. Для этого у нас есть для вас топ-10 лучших снимков недели. Чтобы сделать уникальные снимки, для инстаграма могилевчанам ходить далеко не нужно. Просто выйти на улицу, и городская архитектура все сделает за вас. Цветы своей красотой, дивным ароматом, ярким праздничным нарядом освещают нашу повседневную жизнь. Делай ее прекрасной. Посмотрите на эту красоту. Это же восьмое чудо света. Ради этого стоит жить. Каждое утро и каждый вечер наслаждайтесь солнечными лучами. Не зря же предупреждала, что нужно наслаждаться солнцем. Ведь периодически на город спускаются и серые тучи. Но и такой погоде мы рады. Для творчества плохой погоды не бывает. Крутой могилев с очень крутыми домами. Грезите о прибое и море, но до отпуска еще так далеко? Тогда подстраивайтесь под ситуацию и получайте удовольствие не в комплексе, а по частям. Начните с крика чаек, например, и наблюдайте за отходящими поездами. А вот после таких кадров хочется называть некоторых фотографов действительно художниками. Все-таки нужно чаще оторваться от суеты и чаще смотреть на небо. Наша программа подошла к концу, но не заканчиваются городские истории. А это значит, что ровно через неделю мы снова встретимся с вами здесь, у «Звездочета». И вместе узнаем о родном городе много нового. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова